И я рада представлять и в нашей студии Анастасию Бахлановскую та Лилию Коваль, организатори в Мама Злету. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Хотелось бы уже поскорее узнать именно из ваших уст, так как очень много проанонсировано в соцсетях, что же за мероприятие? Давай. Настя. Это мероприятие, где можно собраться, так скажем, мамы по духу собираются, приводят своих деток, общаются между собой, узнают для себя что-то новое, как правильно воспитать ребёнка, какие-то аллергии, про аллергии узнают. Как возникла вообще идея? Я непосредственно являюсь руководителем детского центра, общаясь ежедневно с мамами нашего города, понимаю, что в Николае очень мало мест, где может посетить мама с ребёнком. При этом нет общения между мамочками. Пришла в мысль такая идея организовать подобного рода мероприятие. Как же собирали основную команду помощников и соорганизаторов? Ну, как бы сказать, основная команда, это у нас такая ударная, убойная, это с меня и Настей. Настя непосредственно как руководительского центра, мы с ней сидели, разговаривали, она мне сказала, говорит, вот нас мамочки, как бы, они немножко недовольны то, что вот сейчас как-то идёт всё вот больше на детей, особенно у нас в городе, много всяких развлекательных центров организовывают, и детям есть где. А родители просто вот приходят, как бы стоят в стороне и смотрят, как дети развлекаются, им тоже хочется. А поскольку я руководитель ивентагентства, Настя говорит, вот у тебя есть опыт в организации, давай попробуем что-нибудь с тобой такое организовать. Я вот думаю, это очень интересная тема, у нас такого нету вообще, ну, даже на юге Украины такого ещё нету, только Киев такая. Да, это абсолютно новшество. Пропаганда в Киеве идёт, и мы решили как бы на юге Украины попробовать у нас, решили, чтобы Николаев был таким первоначинающим, такой старт давал нашему югу Украины, что вот мамам тоже надо отдыхать, мамам тоже надо знать полезную информацию, как воспитывать детей, и не только воспитывать детей, как им быть всегда в форме, красивыми, то есть вот так вот. То есть мамам слёт может помочь не только узнать полезную информацию, но и активно отдохнуть. Да, конечно. Какие основные темы затронуты во время мероприятия, и какая основная концепция мероприятия? Ну, различные темы затронуты, потому что каждый наш слёт, мамам слёт, который будет собираться в городе Николаеве, будет поднимать именно определённую тему, поэтому темы будут разные. Участники предлагают свои темы, или же исключительно организаторами они выбираются? Ну, пока у нас второй мамам слёт, ещё не было. Хотелось бы просмотреть наши материалы, которые мы подготавливали касательно первого мамам взлёта, и наша съёмочная группа покажет их сейчас на экранах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, мы видим, что даже угощения и активные игры, и всё очень комплексно и разнообразно. Хотелось бы узнать для наших телезрителей и для нас непосредственно, если кто-то захочет принять участие, как он может это сделать? У нас там какого-то определённого диапазона, что только мамы, детей, определённого возраста могут принимать участие. Нет. Мамы, любые мамы любого возраста, у которых есть дети, хочется прийти, отдохнуть, может поделиться каким-то опытом. И даже те, кто собирается стать мамами. Да, и те, кто собирается быть мамами, и даже у тех, которые там в планах, что может быть через год или через два я там хочу быть мамой, то есть могут приходить и слушать полезные советы, и думаю, они для всех будут интересны, даже для любой женщины. Где и как будет проходить следующий «Мама-слёт», чтобы наши телезрители могли узнать об этом? Следующий «Мама-слёт» будет проходить 5 марта, начало старта данного мероприятия в 11 часов в ресторане «Мафия». Ну что ж, спасибо вам большое. А мне хотелось бы нагадать, что в нашей студии была Анастасия Бахлановская и Лилия Коваль, организаторы «Мама-слёт».